следующие следующий пример вероятностного доказательства тоже уже ближе к компьютер сайенс это построение схемы из монотонных элементов для функции majority значит поднимите пожалуйста руки кто вообще знает про булевые схемы функциональные элементы полноту там ладно но так в принципе вот что-то сомнительно мне это ну ладно значит давай даже не важно на самом деле чтобы все это знать мы будем рассматривать собственно ровно один а элемент который называется majority из трех значит у него три входа и один выход сюда и выход является наибольшим выход является наиболее частым из из входов то есть если у нас три входа значит у них два но либо все одинаковые тогда выход такой же либо выход это тот который встречается дважды но такое голосование голосование трех товарищей вот но дальше можно построить из этих или эти элементы можно соединять в какие-то схемы например можно сказать что вот я не знаю там мы приведем вот так голосование там затем вот значит три раза приведем голосование среди каких-то среди каких-то входов там допустим подадим ну вот я очень такое вот нас есть допустим какие-то четыре входа один мы подаем так другой там так и третье там так ну я и очень чет такое делаем и в итоге так или иначе нам нужно построить большую схему а у которой всего один выход и много входов ну допустим n входов тут вообще возможно разветвление то есть один и тот же выход один и тот же вход можно подавать в разные места или даже в принципе можно было бы разрешить а вот сигнал с одной схемы подавать на несколько то есть тут в принципе это не ограничивается но так или иначе нам нужно построить вот из этих элементов majority один из трех для трех нужно из них собрать схему которая вычисляет majority для n для какого-то большого числа n и эта схема должна быть полиномиального от n размера теорема существует такая схема из элементов majority 3 полиномиального размера которая всегда вычисляет вот эту функцию majority из n но давайте еще н нечетно чтобы не 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 заморачиваться что такое majority когда поровну n входов нечетно вот на самом деле это не так не так просто и ну если если кто знает вообще про булевые схемы то вычислить majority просто любыми элементами вот не только этими самыми majority 3 это на самом деле не сложное дело ну потому что там на можно просто посчитать сколько общую сумму сколько там единиц и ну и посмотреть старший бит там или ну сравнить ее с фикс константы это как раз но проблема в том что в этот в этой обо схеме подсчета будут не монотонные а не монотонные элементы если мы хотим только и по и по использовать там только монотонные но вот тут как этот монотонный элемент 해щим увеличиваем вход то выход может только увеличится если мы используем хотим использовать платонные элементы скажем конъюнкцию и дизюнкцию ну то совершенно непонятно как собрать как вычислить majority сортирующую сеть можно построить но ее нужно построить начиная с экспандера а что построить начиная с экспандера а нет но если я если мы не гонимся если мы не гонимся за за линейным логарифмической глубиной тогда можно да вот нет но это это тоже можно сделать действительно но так или иначе мы сейчас получим очень простое вероятностное рассуждение и она дает схему которая вроде так просто не явно построить неизвестно как значит как мы это делаем давайте сделаем схему самого самого примитивного примитивного типа это просто дерево у нее вот один выход это majority из трех теперь каждый из них это тоже majority из трех сюда вот 9 входов ну каждый из них это тоже majority из трех и так далее значит у нас получается допустим какое-то неизвестное число ну там к уровней ну и здесь у нас получается естественно 3 в степени к входов вот но теперь значит что же нужно сделать случайно как вы думаете что нужно сделать случайно чтобы все сошлось какое у нас будет случайное пространство где где это случайность в этой конструкции входом то есть вообще-то у нас имеется n входов в нашем построении все связи идут ровно на один уровень то есть через уровень нет да 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 вообще просто вот структура совершенно регулярная такая вот дерево а единственный элемент случайности которые есть это для каждого входа мы случайно для каждой вот из этого вершились листа дерево мы случайно решаем куда его присоединить ну или в других терминах мы просто пишем переменную x1 xn какую-то их пишем какую-то случайную их житая здесь пишем случайно x это x это x это каждый раз независимо бросаем кубик цен но не кубик а значит с n исходами и решаем какую переменную здесь написать вот получается такая схема и нужно доказать что с положительной вероятностью она правильно работает на всех входах ну естественно что у нас есть параметр это к нам нужно чтобы схема была полинамиального размера надо чтобы к было попорционально логарифму n допустим 10 логарифмов n это подойдет потому что тогда будет кап 3 в степени 10 логарифмов n это будет там n в какой-то там тоже степени ну наверное тут можно экономить и получить эту понять какое конкретно нужно н но тоже я сейчас не хочу в это вдаваться потому что это тоже сейчас иллюстрация понятен ли общий план понятно ли где вероятностное пространство чего мы собираемся делать теперь надо как-то оценивать что мы должны оценивать мы должны оценивать что вероятность того что она для данного входа входа происходит ошибка будет ошибка для данного входа не вернее для данного входа для одного набора x1 xn любого значения переменных будет ошибка то есть схема выдаст не то что на самом деле большинство и надо это умножить на число входов и это должно быть меньше единиц это вот наша цель мы должны вот эту вероятность как-то оценивать и доказать что ну с ростом к она наверно будет уменьшаться и надо найти доказать что для в какой-то момент она станет меньше чем 2 в степени минус n и тогда все получится вот ну давайте давайте смотреть какова эта вероятность значит ну рассмотрим какой-то вход вход пусть в нем на самую неважно там нули единицы это симметрично значит пусть например доля единиц доля единиц среди этих самых x1 xn она ну какая-то п больше одной второй ну ясное дело что значит у нас имеется доля единиц может меняться от нуля до единицы с шагом там одно n ну и вот у нас n нечетно значит у нас где-то есть одна вторая и вот доля единиц у нас уже чуть-чуть больше одной второй надо нам как-то оценить какова вероятность получить ноль на выходе вот давайте посмотрим вероятность получить 0 на вот на на каждой из этих она естественно равняется вот этому вероятность получить единицу равняется п на каждом из под отдельных этих проводов потому что мы выбираем случайный элемент входа но соответственно значит из них доля п но вот и вероятность будет п а теперь вот посмотрим на нижний уровень вероятность здесь получить а получить единицу если у нас имеется три входа на каждый из них подается единица с вероятностью п и есть функция большинства но нужно посчитать с какой вероятностью единица будет здесь но это простая значит давайте пытаемся не ошибиться вычисления значит ну во первых есть п в кубе вероятность получить все три единицы да это вероятность вероятность один на единица на выходе на выходе majority 3 от трех случайных величин независимых которые равны единица с вероятностью п каждая значит это будет п в кубе плюс есть еще три случая когда 2 2 единицы и 1 0 значит это будет 3 п в квадрате на 1 минус п да значит и это будет значит что же это будет 3 п в квадрате минус 2 п в кубе что ли да давайте попытаемся прикинуть правильно проверить правильно ли график значит если это у нас 0 и 1 если мы подставляем 0 то должно получиться ноль если на входе не бывает единиц то это понятно если на входе гарантированная единица на выходе должна быть единица значит 3 3 минус 2 1 очень хорошо теперь если на входе одна вторая то на выходе тоже должна быть одна вторая потому что все симметрично ну давайте значит три четверти минус сходится смотрите сходится минус 2 восьмых получается 1 2 очень хорошо вот теперь можно понять как она это вообще-то кубическая парабола и но наверно довольно ясно что она будет симметрично относительно этой точки у него будет центр симметрии здесь ну раз уж ска три точки такие но все 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 как бы должно быть 7000 замена нуля на единицу но давайте посмотрим значит а производная в нуле равна нулю то есть это примерно как 3 п в квадрате но минус еще чуть-чуть чуть-чуть все она вот здесь так касается но и а в производной в единице тоже по симметрии должна быть производная это будет 6p минус 6p в квадрате да значит тоже будет вот так вот это я она уж так наверное то есть у этой параболы на самом деле будут два минимум здесь а здесь будет максимум но и здесь она как-то значит проходит можно понять даже чему равна производная в одной второй чтобы проверить что она наклонена так правильно значит производная в одной второй это будет 6 она 1 2 это 3 минус 6p в квадрате это будет три вторых то есть полтора но важно на самом деле что это больше единицы вот это важный момент поэтому ну довольно ясно что она больше единицы потому что мы сначала уходим под под эту диагональ но значит мы должны потом вернуться как-то с коэффициентом больше единицы ну ладно поверим что это полтора чем будет вот такая вот кривая значит теперь если у нас вход был с вероятностью p равен единице то выход будет вот с вероятностью вот этой f от p и видно что она больше p то есть это тоже естественно что если мы берем вход три входа каждый из которых с вероятностью p а потом берем majority то majority будет единица чуть больше вероятностью то есть она majority чуть больше смещено к сторону в сторону единицы теперь значит ключевой момент представьте что у нас вот есть три таких элемента каждый из них равен единице вот с вероятностью f от p и мы снова подаем на вход majority на следующем уровне какова будет вероятность единицы здесь в этих терминах вероятность будет f от f от p потому что на самом деле эти три переменные были независимы но эти три три группы тоже независимы поэтому функции от этих трех групп будут тоже независимыми входами каждый из них имеет единицу с вероятностью f от p а значит вот это будет единица с вероятностью f от f от p то есть f от f от p ну значит надо так вот взять здесь итерировать вот эту самую итерировать в эту штуку потом она вот так пойдет вот так пойдет то есть на самом деле эта вероятность будет быстро приближаться к единице и надо понять значит вероятность ошибки это на данном входе это будет соответственно вот разница вот этот это щель и это вероятность ошибки будет быстро убывать. Надо понять, когда она станет меньше 2 в степени минус n. Но важно понять, как это k зависит от n. Нам надо понять, что это в чем был наш план, что это k будет логарифмически оцениваться как логарифм на константу. И это не так, это довольно мало. Значит, мы должны, чтобы получить 2 в минус тысячный, мы должны сделать даже не тысячу итераций, а 10 итераций, условно говоря. Потому что, чтобы получить 2 в степени минус n, нам надо не n шагов, а o от лога n шагов. То есть это на самом деле очень быстрое стремление к очень быстрой сходимости. Но давайте поймем, что у нас будет. Сначала мы находимся в окрестности вот этой точки, где у нас все примерно линейно. И нам нужно первым делом, тут как бы есть 3 этапа. Сначала мы выходим из окрестности этой точки, куда-то смещаемся, потом мы здесь двигаемся, значит, ну какое-то конечное число раз, а потом попадаем вот в малую окрестность. То есть у нас вот есть два симпатических поведения, ну и одно такое промежуточное. Давайте посмотрим, что происходит в каждый момент. здесь у нас каждый раз более или менее этот размер увеличивается в полтора раза. Ну не совсем в полтора раза, потому что не всюду производная полтора, она будет чуть меньше, но там, я не знаю, по крайней мере, если мы действуем в какой-то конкретной области, там от одной, от 40% до 60%, то, наверное, она там растет, скажем, в 1,4 раза. Значит, каждый раз мы умножаем на 1,4, сначала у нас была одна n-ая. Вот если у нас было n входов, то я напомню на этой картинке, ну, вернее, 1 на 2n. Это вот был вот этот вот, сдвиг, в начале от 1 и 2 был вот 1 на 2n. Значит, спрашивается, мы его умножаем каждый раз на константу, сколько раз надо сделать, чтобы из этой области выйти? Ну, понятное дело, что это логарифм n. Потому что это геометрическая прогрессия, надо, чтобы, значит, этот показатель, это в 1,4 степени k было уже n. Значит, вот отсюда нужно выйти за логарифм n шагов. Теперь, дальше нам надо, ну, если мы, скажем, от одной, ты самый, от одной... Сейчас мы расскажем, откуда отсюда? Ну, вот мы сначала были близко к одной второй. Допустим, мы выбрали какую-то произвольную фиксированную, но фиксированную границу, например, 0,6. Чтобы вот выйти из этой зоны, зоны 0,6, надо сделать вот лог n шагов. Ну, и давайте, скажем, я не знаю, ну, тоже, наверное, какой-то сгодится там, более-менее что угодно, но пусть вот будет 0,9. Значит, а от того, чтобы дойти от 0,6 до 0,9, нужна какая-то константа шагов. Ну, просто потому, что это совершенно конкретная функция, и два конкретных числа. Теперь, значит, следующее, что мы должны оценить, это что происходит в окрестности единицы. Значит, в окрестности единицы, как у нас тут бывает вот это самое, это расстояние. Но здесь это можно оценить сверху некоторой квадратичной функции. То есть, если здесь была точная парабола, то мы просто каждый раз, каждый раз ошибку возводили в квадрат. Если у нас, ну, вот если мы итерируем функцию y равняется x квадрат, то у нас было бы там 2 в степени минус k, в следующий раз было бы 2 в степени минус 2k, 2 в степени минус 4k, и так далее. Ну, кубическая, но это точка максимума. Поэтому эта точка максимума, но ясно можно привести параболу, которая ниже ее. Да. И эта парабола, естественно, будет для нее будет всего бывать медленнее. То есть, если мы взяли параболу ниже этой кубической, то наша кубическая последовательность настоящая будет больше, заведомо больше, чем вот эта, ну, стас, который мы сравниваем с точной параболой. А с точной параболой мы каждый раз возводим в квадрат. Ну, тут, значит, если, скажем, это x в квадрате, то у нас будет там минус k, минус 2k, минус 4k и так далее. А надо получить 2 в, там, минус n. Значит, сколько шагов нужно? Каждый раз показатель увеличивается вдвое. Значит, тоже нужно сделать логан шагов. Но тут я не знаю, будет ли у нас парабола x в квадрате или там парабола там 0,5 x в квадрате, но они все геометрически подобны, поэтому это как, ну, там, максимум при этом n, при этом n появится какая-то константа. То есть, у нас еще потребуется от логарифма n шагов на последнем шаге, чтобы получить точность 2 в степени минус n. Чтобы сделать вероятность ошибки меньше 2 в степени минус n. Ну, и тогда это субпроизведение будет меньше единицы, и, соответственно, будет некоторый вариант, когда все правильно. Вот такое вот рассуждение. Ну что, убедительно это или нет? Кто считает, что это, он понял это и что тут все правильно? Так, ну что, наверное, какие-то вопросы есть. Можно про независимость событий еще раз, а события же зависимы, если фиксированное число единиц на вход? Нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Мы не берем случайную величину, состоящую в том, что на входы подается фиксированное число единиц на разные входы. Вот этого совершенно нет просто, и в помине. Делаем мы совершенно другое. Вход вообще у нас полностью фиксирован. Какие входы равны нулю, какие единицы. А случайность у нас от другого происходит. Мы каждый провод, вот каждый провод, мы присоединяем к случайному элементу, к случайной переменной. Мы пишем здесь икситой, выбирая икситой случайно. Какова вероятность, что мы выберем икситой, на самом деле, равной единице? Потому что мы попадем этой переменной в единице. Но два провода к одному входу присоединяем не можете, правда? Нет, а как же мы, интересно, если мы хотим присоединить такое огромное количество проводов к n входам, то куда же мы денемся? Конечно, можем. Нет, этих проводов у нас, ну, нет, здесь мы пишем переменные. Нет, нет, нет. Если вы думаете, что можно, это такое будет голосование, непрямое. Если вы думаете, что можно по-настоящему вычислить majority путем непрямого голосования, конечно, нет. То есть мы должны одну и ту же переменную мы напишем много раз в разных местах. И это... Так, ну чего, я даже не знаю, но вот что в этом месте? Может, сформировка задачи переполнится сначала? А, сформировка задачи. Значит, есть элемент большинства из трех. Нет, это понятно. А, да, тогда с какого? Что мы ищем как бы? Существует... Мы хотим построить схему, ну, даже известно, какого вида. Она имеет вида вот к уровней такого разветвления, а потом эти провода, каждый из них, на нем пишется какая-то переменная, то есть он соединяется с каким-то входом. Вот мы говорим, что одна из таких схем правильно вычисляет функцию majority n переменных. А мы схему нарисовали, какая одна из... Нет, мы нарисовали схему, кроме последнего этапа. Последний этап состоит в том, что вот этот провод присоединяется к одному из этих, и этот присоединяется к одному из этих. Неизвестно как. Но, значит, у нас есть случайный процесс, как мы выбираем эти провода. Но иногда получится глупость, и мы можем все провода присоединить сюда, например. Ну, ничего хорошего. То есть мы хотим сказать, что одно из этих присоединений... Одно из этих присоединений будет правильно вычислять для всех 2 в степени n входов будет правильно вычислять majority. Теперь, в чем план? Давайте мы посмотрим один конкретный какой-то вход, какую-то комбинацию нулей и единиц. И посчитаем, какой вероятностью схема будет плохой. То есть сейчас у нас фиксирован вход, а вероятность берется по схемам. Мы смотрим, какая доля схем плохая. И это для данного входа, с какой вероятностью по схемам... То есть вероятностное пространство – это выбор этой коммутации на последнем уровне. Вот с какой вероятностью будет ошибка? Значит, утверждается, что если этих уровней много, то эта вероятность будет очень мала. Насколько она должна быть мала? Надо, чтобы даже после умножения 2 в степени n она оставалась меньше единицы, потому что у нас есть 2 в степени n возможных входов, и все надо... Нельзя ошибаться ни на одном из них. Значит, нам нужно избежать вот такого количества... Ну, чего? Дальше мы производим этот подсчет. Значит, мы вычислили вероятность получить единицу на выходе. Соответственно, если мы считаем, что у нас P, вероятность единицы на входе... Значит, есть не вероятность, а доля единиц на входе какая-то. Мы смотрим, но считаем, что она по симметрии больше 1 и 2. Мы хотим доказать, что вероятность получить на выходе единицу будет очень близка к единице. Вероятность, случайно выбранная вот по этим случайным коммутациям. Ну и, соответственно, вероятность ошибки – это единица минус. Да, вероятность ошибки – это единица минус вот это. А эту вероятность можно просто вычислить в явном виде. Значит, если доля здесь известная, то тогда здесь появляется единица с вероятностью вот этой самой доли, потому что мы выбираем случайный элемент. И здесь она независимо появляется, и здесь независимо появляется. Тогда можно посчитать, что здесь она появляется с вероятностью f от p. А f от p уже чуть-чуть ближе к единице, чем p. Но если p было 1 и 2, то мы бы остались точно в 1 и 2. Но если мы чуть-чуть отойдем от 1 и 2, то мы отойдем здесь, там примерно в полтора раза больше, потому что производный наклон здесь 1 и 1,5. Соответственно, вот на этом уровне уже чуть-чуть больше. Но дальше говорится так, что вот снова у нас имеется 3 независимых входа, потому что это определяется независимым выбором, сделанным для этой группы, для этой и для этой. Поэтому здесь тоже можно вычислить все это и получить f от f от p. И вот дальше, значит, уже такая чисто аналитическая задача. Если у нас имеется точка 1, 2 плюс 1 на 2n, и сколько раз надо прийти, сколько надо раз применять функцию f, чтобы подойти к единице на расстояние 2 в степени минус n. Ну и вот здесь я более или менее там, ну не очень аккуратно, но так правдоподобно объяснял, почему это логарифм n. Логарифм n нужно, чтобы выйти вот из этой зоны около середины, где мы были довольно близко. Но здесь мы как бы геометрическая прогрессия. Двигаемся. А потом мы проходим еще, подходим сюда, какое-то конечное число шагов. А здесь мы уже очень быстро приближаемся, потому что мы ошибку возводим в квадрат. Не делим на число, как геометрической прогрессии, а возводим в квадрат. Из-за этого можно получить 2 в степени минус n не за n шагов, а за лог n шагов. Вот такая вот штука. Так, ну чего? Понятно это? Кто считает, что он это понял? Поднимите руки еще раз. Вот, ладно, хорошо. Значит, дальше давайте мы... Еще раз вот я хочу более подробно какой-нибудь пример разобрать с методом сжатия. Как мы доказываем, что что-то маловероятно? Рассуждая, что если это случается, то тогда наш объект можно сжать. Вот это такой метод, который часто можно почти без вычислений получить какую-то полезную оценку. Вот, ну вот есть такая стандартная, стандартная, самая главная задача в теории вероятности, что закон больших чисел. Представим себе, что мы бросаем n раз монету, которая нули единиц равна вероятна. Ну тогда у нас имеется, значит, может получиться 0, 1, 2, n, а там успехов, ну допустим, n единиц. И утверждается, что почти с очень большой вероятностью доля единиц будет близка к 1, 2. Значит, вероятность того, пусть имеется какая-то граница, там, q, больше 1, 2. Вероятность, ну это на самом деле, это как бы такое биномиальное распределение, у него такой есть пик. Вероятность того, что доля единиц больше какого-то конкретного q, вот она, значит, чем больше n, тем этот пик острее, а эта доля, вот этот хвост, тем он меньше. Она, значит, экспоненциально убывает с ростом m. Ну вот, наверное, значит, вообще поднимите руки, кто слушал курс теории вероятностей. Да, это хорошо. Теперь, тогда, наверное, вы помните, какое это доказательство этого. Наверное, там это было, и было с каким-то доказательством. Как это доказывалось? Вы не попросили поднять в инфизиах, кто-то что-то помнит? Нет, ну слушайте, но это, нет, это, нет, это самый главный предмет, значит, в курсе, ну вот, если курс теории вероятностей не про это, то про что же он тогда? Отлично, но это было бы в лет назад. Понятно, что сходу может оценить, которые выживаете, сходу на интегралом, каким-нибудь резать интегралом. Почему? Нет, вы хотите сказать, что по теореме Муавер-Рапласа это близко к нормальному распределению? Ну, можно оценить Сэшки, ну там, ну, посчитать, а, написать, написать это с помощью бенома Ньютона, и можно беном Ньютона оценить по формуле Стирлинга, получить какую-то оценку, и, значит, это самое сделать. Ну, это такое самое. Да, но есть более, есть разные другие, можно, есть такое неравенство Чернова, его можно доказывать там, значит, с экспонентой, там есть разные, разные методы, но все они требуют каких-то довольно длинных вычислений. Вот я сейчас попытаюсь объяснить, почти без вычислений, почему это экспоненциально убывает. Вот с помощью нашего обещанного, вот этой, значит, объявленной техники, техника стоит в том, что если известно, что доля единиц больше какого-то Q, то тогда нашу последовательность можно закодировать, можно закодировать небольшим, ну, меньшим числом битов, чем Н. но вообще-то, вообще-то, так сказать, как бы нормальная ее длина Н, ее можно закодировать как какой-то там СН битов при некотором С меньшем единице, но этот С зависит от Q, естественно, чем ближе Q к одной, второй, тем, естественно, это С будет ближе к единице, но если Q у нас фиксировано, а Н переменно, то вот эту последовательность можно закодировать таким числом битов. Ну вот, теперь мы можем посмотреть на это с точки зрения практической. Вот пусть, например, известно, что у вас имеется последовательность из миллиона или там какая-то очень большая последовательность, в которой единиц больше, чем нулей. Ну, известно, что 60% заранее вы знаете, что будет 60% единиц и 40% нулей. то есть как бы вот есть такая значит несимметрия, ну или больше может быть 60% единиц. Вот вам нужно придумать какой-то способ, который какими-то последовательствами сжимать можно. Вот какой-нибудь такой, чтобы было просто оценить результат этого деятельности. Кто-нибудь наверное кто-то слушал курс по теории информации или по теории кодирования и там есть такая вещь, которая называется ну или может быть в курсе по патентному делу была история как вот из-за этого были какие-то трения. такая вещь которая называется arithmetic coding и она была какими-то товарищами ну вернее которые нам не товарищи запатентована и они препятствовали ее использованию из-за этого там надо было хранить в каком-то не том формате или как-то делать вид что алгоритм другой там была целая какая-то буча но вот есть такая техника а в практике не помните где это сказалось кажется jpeg что ли или gif они видимо не не в общем какая-то там была какая-то тягомотина с этим но сама идея арифметического кодирования я не думаю что они это изобрели вообще в принципе это наверное давно известно но вот может кто-нибудь просто помнит что это значит представим себе что значит единица у нас больше чем 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 нулей давайте мы будем делать так возьмем отрезок единичной длины и давайте мы его поделим как раз в отношении а ну там 4 к 6 40 процентов и 60 процентов и значит если первый бит у нас единица то мы как бы выберем вот этот подотрезок мы построим такую систему систему вложенных отрезков такое дерево вложенных отрезков но будем делить не поровну как было бы в двоичной системе а поделим отведем на единицу 60 процентов а на 0 40 процентов идея в том что единиц будет больше поэтому лучше эти единицы меньше сжимать ну сейчас будет видно почему дальше мы тоже поделим это в отношении 4 к 6 тоже ну и дальше этот поделим в отношении 4 к 6 и этот поделим в отношении 4 к 6 и этот и этот в общем вот так все поделим то есть у нас для каждого слова x мы строим некоторый отрезок там я не знаю и с индексом x и он делится на части с индексом x0 и x1 и эта часть составляет 40 процентов а эта часть составляет 60 процентов вот такая вот система нет казалось вообще к чему все это нам надо закодировать закодировать некоторое слово а мы вместо этого развели какие-то отрезки но в этом есть глубокий смысл на самом деле наше слово будет соответствовать какому-то отрезку здесь вот если мы хотим закодировать слово x то ему соответствует некоторый отрезок x и в качестве кода можно использовать кодекса это годится в этом качестве любая точка отрезка x почему потому что если мы знаем эту точку ну это вообще говоря бесконечное число битов в принципе но если мы знаем точку этого отрезка то мы понимаем попадает ли она в левую половину или вправу определяем первый бит затем попадает ли она в левую или вправую второй но в данном случае она попадает значит ноль потому что она слева отсюда один потому что она справа от этого один ну а дальше там что-то будет То есть в качестве кода годится любая точка. Теперь спрашивается, если все-таки мы хотим записать это не просто как точку отрезка, а каким-то набором битов. Нужно указать двоичную дробь. Двоичная дробь в этом самом отрезке х, это будет то, что надо. Спрашивается, сколько нам понадобится знаков в этой дроби? Сколько нужно будет знаков в этой двоичной дроби, чтобы попасть в этот отрезок? Сколько разделений производили до величины этого отрезка? Нет, у нас есть деление, которое такое перекошенное, в соответствии с нашим правилом 60% и 40%. Но когда мы задаем точку отрезка, мы ее задаем в обычной двоичной системе. То есть мы как бы на эту всю картинку накладываем равномерную двоичную шкалу. Нам важна длина этого отрезка. Если длина этого отрезка будет 2 в степени минус t, то нужно, может быть, t плюс 1 бит, чтобы заведомо попасть сюда. То есть надо понять, какова длина этого отрезка. Теперь, какова длина этого отрезка? Каждый раз, когда у нас появляется единица, мы умножаем 0,6, возводим в степень... Ничего, умножаем на 0,6. Значит, нужно возвести 0,6 в степень число единиц, а и 0,4 ввести в степень число нулей. То есть видно, что нам единица обходится дешевле. Значит, когда единица, то отрезок уменьшается. Если перейти в логарифмическую шкалу, то у нас единица приводит к тому, что нам нужно дополнительно логарифм 1 на 0,6 битов. И таких у нас... А, когда 0,4, нам понадобится логарифм 1 на 0,4. И таких у нас будет 60%, их будет 0,6n, а этих будет 0,4n. Но если единица еще больше, чем 60%, то это выгоднее, потому что это уменьшает отрезок меньше, поэтому это нам только лучше. То есть общее число битов... Вот столько битов нам достаточно для кодирования. Вот, ну то есть у нас n, n, ну давайте я уже напишу, так сказать, без 0,6. Значит, у нас будет q логарифм одной кутой, плюс там 1 минус q логарифм единицы на 1 минус q. Теперь, если, скажем, у нас, это 2, это 1, это тоже 2, то есть 1 получается q и 1 минус q. Теперь, если, скажем, ну если q близко к единице, то на самом деле оба слагаемых близки к нулю. Потому что если q близко к единице, тогда это будет примерно единица, а это будет логарифм единицы, то есть 0. А это будет очень мало, но правда это будет велико, значит, 1 на 1 минус q будет велико. Но поскольку логарифм растет медленнее гораздо, чем аргумент, то после умножения, ну вот, это будет много меньше, чем эта дробь, поэтому после умножения получится много меньше, чем единица. То есть эта функция, ну, можно там все это доказывать аккуратно, но эта функция устроена так, она в нуле единица, она равна нулю, в одной второй она равна единице, и здесь она вот так вот себя ведет. На самом деле здесь вертикальная касательная, как раз за счет вот этого бесконечного логарифма, но она вот тут вот так растет. Ну, а здесь максимум. Вот это называется функцией тропии Шеннона, ну, и, так сказать, если просто... Ну, можно строго доказывать, что она меньше единиц, это на самом деле неравенство Йенсена в своей буквальности логарифма, там, вот, но можно продифференцировать, наверное, ее получить, что получается. Ну, давайте продифференцируем ради интереса. Сейчас, ну, я сам устал интереса, что будет если мы продифференцировать. Значит, Q логарифм... Ну, дифференцировать лучше так, это будет минус Q логарифм Q, минус один минус Q логарифм один минус Q. Значит, это будет... Производное этого будет минус логарифм Q, да? минус 1, да? Ну, там логарифм, будем считать, что он натуральный, это просто некоторая константа. Тогда проще будет так. Значит, минус логарифм q, минус 1, да? А здесь будет соответственно а плюс да? Плюс логарифм 1 минус q плюс 1. Сейчас правильно я дифференцирую? Ну, потому что здесь мы просто симметрично отражаем относительно вертикальной оси. Поэтому то, что здесь убывало, здесь станет возрастать. Производный меняет знак. А q заменится на 1 минус q. Нет, 1 получается от того, что мы умножаем это на производную вот этого. А производная вот этого равняется 1 на 1 минус q на производную от этого. А производная от этого есть минус 1, а минус 1 сокращается эти минус 1 на 10. Нет, все сходится, не пугайте меня, все правильно. Значит, получается вот это. То есть это будет логарифм 1 минус q деленное на q. То есть если q у нас больше 1 и 2, то соответственно 1 минус q будет меньше, чем q. то есть логарифм числа меньшего единицы, это будет отрицательная вещь. Вот. Но если не полениться, можно разложить, наверное, в ряд Тейлора и убедиться, что здесь вторая производная не равна нулю. То есть это как бы парабола примерно. Здесь около этого максимума. Вот. Значит, так, но на самом деле нам все это не важно только то, что действительно эта функция это некоторая константа, если у нас q больше половины фиксирована, то это некоторая константа, которая меньше единицы. Соответственно, мы записали, записали вместо n-бит, значит, n-битовое слово, нам удалось закодировать там cn-битами, где c меньше единицы. Соответственно, таких слов, ну, таких кодов не больше, чем 2 в степени там cn, ну, примерно. Ну, там есть более короткие еще, то есть 2 в степени cn плюс 1 надо было бы написать. А всего слов 2 в степени n. Соответственно, получается, доля получается 2 в степени какая-то константа умножить на n. То есть с ростом n, значит, доля плохих слов, то есть доля тех, у которых больше, чем 60% единиц, она стремится к нулю экспоненциально быстро. Но это, на самом деле, точная, ну, более-менее не точная оценка, то есть их примерно как раз столько и есть. Если там написать формулу стирлинга, то их там столько и получится. То есть тут существенно ничего выиграть уже нельзя. Вот эта функция, эта энтропия шинона, которая появляется здесь, это не то, что мы так грубо оценили и поэтому энтропия шинона. Это, на самом деле, реальный коэффициент при, в числе слов, ну, так сказать, вот c из n по qn в первом приближении есть 2 в степени h от q, где эта энтропия шинона умноженная на n. Чего? А, да, минус, правильно, да, 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 c меньше, да, да, да. Спасибо, Лето. Это я... Вот, это вот метод сжатия. Почему я про это рассказал? Во-первых, потому что это самое простое доказательство. Не нужно никаких стирлингов и не нужно ничего так напрягаться. Но, вот, кроме того, это метод, который нам еще понадобится в других ситуациях и поэтому полезно вот его потренироваться на каком-то знакомом примере закона больших чисел. Для этого нужно придумать арифметические кодирования. Ну, для этого нужно придумать арифметические кодирования. Ну, а так... Ну, не знаю, нет. Ну, в общем, так... Ну, на самом деле, это такой трюк, который там, скажем, в разных рассуждениях на той же самой Коломогору сложности часто применяется. Поэтому так, в общем, это всем должно быть ясно. Но действительно придумать надо. Нет, это я признаю. Вот. Хорошо. Значит, давайте мы еще, еще вот, еще раз применим метод сжатия, проиллюстрированный еще одном примере. Кстати, по-моему, здесь даже не нужно придумать арифметические кодирования. Достаточно сказать, что у нас общее пространство возможных вариантов уменьшилось. Правильно. Ну, тогда... Нет. Все наше, за что мы боролись, это чтобы не вычислять это число этих вариантов по формуле Стирлинга. Нет, если бы мы, так сказать, не боялись формулы Стирлинга, мы просто сразу бы написали, что это там n факториал делить там на кое n факториал, там 1 минус куба, ну, в общем, вот все вот это. Нет, это не то, что, не то, что это уж прямо такая, ну, великое открытие, без этого никак нельзя, нет. Просто вот такое красивое рассуждение, позволяющее избегать вычислений. У нас все-таки вычислений почти не было, и сразу было понятно, что получается шиноновская энтропия, а не то, что это какие-то чудеса имени Стирлинга. Хорошо, значит, следующий пример такой, где можно применить метод сжатия. Представим себе, что у нас имеется окружность, и мы по окружности хотим написать n чисел xn. Вот. Но хотим написать их совершенно непериодическим образом. Значит, непериодически, ну, n какое-то большое, там, я не знаю, тысяча, миллион, но константа. Посмотрим, какая нужна константа, может быть. А хотим мы их написать непериодическим образом. это означает, что любой поворот ну, эту конфигурацию меняет. И меняет ее сильно. Допустим, меняет, я не знаю, там, по крайней мере, 10% битов. То есть, если мы вот эту штучку возьмем, повернем на какой-то угол, неважно на какой, то тогда она сильно не совпадет. Сейчас от числа напишем в роде. Вишем биты, 0,1, да. Ну, хотим, хотим раскрасить, просто, допустим, там, белый и черный цвет, вершины правильного наугольника, так, чтобы, если его повернуть, то цвет изменился бы, по крайней мере, в 10% вершин. Ну, вот, как это доказать? Поворачиваем на 1 или как угодно? Поворачиваем на сколько угодно. Если нужно было бы поворачивание на 1, меняло бы цвет, то тогда надо было бы написать, естественно, 1,0, 1,0, и оно бы очень хорошо меняло. Чего? Важно, что именно 10% то есть, что маленькое число менялось. Важно. Ну, например, если бы мы хотели, чтобы любой процент, любой поворот менял 90% битов, почему бы это нам не удалось? Давайте поймем, почему на 90% нет шансов. Если мы повернем на 90%, на 1,0, на 1,0, шаг изменить 90% битов, а потом еще повернем на 1 шаг и снова изменить 90% битов, то тогда после двух шагов что будет? Сколько будет, по крайней мере, сколько гарантированно вернется в исходное положение? Да, 80% вернется в исходное положение. То есть, по крайней мере, поворот на два шага уже даст, а только 20% может измениться. И вообще, можно прикинуть и сообразить, что если мы будем поворачивать на случайный угол, сделать случайный поворот, то сколько в среднем будет меняться процентов битов? По всей вероятности это нам не нужно посчитать. Этого нам не хватит. Дело в том, что, нет, сейчас скажу, мы можем оценить, сколько меняется, какую бы мы конфигурацию ни написали, мы можем оценить, сколько меняется при случайном повороте. Но это только среднее. А нам нужно, чтобы при любом повороте менялось хотя бы 10%. То есть, из среднего так нельзя вывести. Допустим, средний может быть 20%, но это за счет того, что иногда ничего не меняется, а иногда все меняется. На самом деле, как посчитать, сколько битов меняется, если мы делаем случайный поворот в среднем? Как вы думаете? минимум с количеством нулей или единиц? Допустим, у нас была доля нулей была там k, ну там p, а доля единиц 1 минус p. Сколько тогда в среднем изменится битов? Какая доля битов в среднем изменится при случайном повороте? Допустим, у нас единица. Чтобы ей единица, ей нужно попасть на 0. Значит, и это получается, для единицы вероятность измениться p, а единица у нас 1 минус p. Значит, получается 2p1 минус p, а получается доля. Соответственно, это будет, ну вот, ну, потому что есть нули, которые могут стать единицами. Значит, бит, который равен единице, может стать нулем с вероятностью p, ну, а бит, который равен нулю, может стать единицей с вероятностью p. То есть, в среднем получается вот измененных битов вот столько, если n битов. Ну, вроде правильно, да? То есть, например, если все биты, все биты нули и все биты единицы, то доля измененных будет значено. Это, правда, уже не функция, но на параболы и тут совершенно не бесконечный угол. Здесь получается 1,2 и здесь тоже 1,2. То есть, в среднем добиться поворота среднее всегда максимум 50%, поэтому, что мы не делаем, добиться поворота на 90% в бит, что при любом повороте было, это абсолютно невозможно. Даже на 51% тоже нельзя, потому что этому мешают соображения среднего. А как добиться, как добиться, что 10% можно? Если мы как-нибудь сдвинем, у нас сдвиг изменяет меньше, чем 10%. пусть у нас имеется сдвиг, вот у нас была какая-то штука, тут была вершина А, мы как-то ее сдвинули, А попало куда-то сюда, значит, и вот этот сдвиг меняет меньше 10%. то есть вообще говоря, ну а вот здесь примерно в большей части случаев одно и то же. Значит, почему это случается редко? Это одно и то же? Ну то есть давайте посчитаем, что когда сможем эту последовательность, как мы ее сможем описать? Да, спрашивается, как можно это, зная, что здесь и здесь там почти всегда одно и то же, как мы сможем описать эту последовательность? Это вот этот кусок, который значит, этот кусок мы описываем прямо как он есть. Так? Теперь, это на самом деле почти что наверняка вот это, поэтому мы описываем не саму функцию, описываем ее симметрическую разность, ну разность по-моему для 2. Мы описываем, ну вот пишем единицу, если это отличается от этого. и здесь пишем единицу, если она отличается от этого. То есть у нас получается там 10%, ну не 10%, какая-то часть слова там, ну не больше половины, просто стандартная, отличия, а здесь у нас там 90%, ну не совсем конечно 90%, потому что 90% отличий у нас было на всем круге, а в этой части у нас может быть меньше отличий. но опять же по соображениям среднего можно выбрать такое место, чтобы как раз и на этой части доля отличия была бы тоже 90%, потому что если мы будем брать случайное место, то будет 90% отличий в среднем. Значит, можно выбрать такое начало, где это 90% и будет. то есть вот этот кусок можно сжать, сжать на вот вместо длины k будет там h от 0,9 на k. То есть по крайней мере половину всего круга, это мы записали почти без поте, просто как есть, а половину круга мы сжали довольно значительно. И соответственно это экспоненциально мало. Но еще нужно понять, с какого места мы начали. То есть нам нужно еще сказать примерно логарифм битов, логарифм n-битов, которые указывают, где начинается этот кусок. Что? Нет, мы можем начинать с нуля, тогда нужно быть уверены, что на второй части круга у нас хорошо, у нас отличия. Нет, ну просто могло бы, ну на самом деле так при 90% так не может быть. Что если у нас 90% отличия, то на этом полукруге все совпадать не может тоже. Ну и если всего отличается только 10%, то даже среди половины битов они будут ставить небольшую долю. Но если мы хотим уже точно оценивать как 0,9, тогда нужно предварительно еще повернуть и будет еще логарифм. Ну в общем так или иначе понятно, что если последовательность периодическая, достаточно просто описать один период, он короче. Если она не совсем периодическая, то нужно описать этот как бы период, а затем писать только отклонения. Ну как там это самое, как там какой-нибудь МБ3, когда там у нас вторая волна сигнала, записывается сколько отклонения от первой. Ну может быть не когда звук записывают, то ясное дело, что там какие-нибудь периодические картинки, вот здесь описывается только разница между этим и этим. Ну и здесь соответственно тоже мы описываем разницу. И вот на этой второй части экономии она занимает фиксированное место, экономия там тоже фиксированного размера, значит это будет некоторая фиксированная экономия для всей штуки, но это имеет малую вероятность и соответственно значит поскольку еще надо умножить на число поворотов, значит данный поворот на данный угол значит меняет 10 процентов ну меняет меньше чем 10 процентов с вероятностью меньше 2 в степени минус какой-то эпсилон n, но мы должны еще умножить на n и заметить что это меньше единиц. то есть на самом деле еще помимо этого логарифма еще один логарифм вот отсюда возникает нам нужно чтобы выигрыш был логарифмический вот хорошо значит вот такое применение применение этих самых методов сжатия значит давайте я спрошу кто считает что он это понял да что-то как-то это народ не очень может что-то надо какие-то есть вопросы чего что вообще мы хотим нет последовательность по кругу чисел мы пишем случайно мы оцениваем вероятность того что при некотором повороте изменится меньше 10% битов для этого для каждого угла поворота мы оцениваем мы оцениваем вероятность того что при этом угле поворота изменится меньше 10% битов а потом умножаем на число вариантов то есть на n сейчас остается задача какова вероятность того что при повороте на данный угол меньше 10% битов изменится утверждается что это вероятность экспоненциально мала для этого мы доказываем что последовательности в которых при повороте на этот угол меняется меньше 10% битов можно коротко записать как мы их коротко записываем допустим мы знаем что последовательность при повороте на этот угол меняется мало тогда эта более короткая запись состоит в следующем мы вот этот кусочек мы записываем полностью а дальше мы пишем последовательность не самих битов а их отличие от предыдущих и в этой последовательности будет 90% нулей и только 10% единиц потому что большинство битов по предположению она меняется мало большинство битов здесь совпадают с теми битами которые здесь ну а дальше мы уже знаем что если последовательность содержит 90% единицы 10% нулей то ее можно сжать и заметно выиграть пропорционально ее длине но вот соответственно весь этот второй кусок то есть по крайней мере половина окружности мы выигрываем ну чего не это самое не откуда куда хорошо значит вероятно мы оцениваем вероятность того что для данного поворота поворота из случайной раскраски случайной последовательности битов мы оцениваем вероятность того что изменится при этом повороте не более 10% битов мы доказываем что она экспоненциально мала но она убывает как 2 в степени минус эпсилла н при каком-то н почему это хорошо потому что потом мы скажем что для некоторого поворота такое событие что для случайной раскраски битов для некоторого поворота изменение маленькое тогда эту вероятность нужно будет умножить на н значит она тоже останется н на 2 в степени минус эпсилла н это очень мало надо видимо сказать что этот кусок он меньше половины всегда да этот кусок мы берем поворотно в ту сторону в которую угол меньше развернутого то есть мы берем вот этот кусок который меньше половины а для оставшегося кодируем его разницу с предыдущим ну вот этот кусок стандартный он занимает не меньше не больше половины н а оставшийся кусок он сжимается в какое-то постоянное число раз соответственно весь выигрыш тоже будет постоянной долей от этой половины оставшийся половина поэтому тоже будет ну что не это самое не непонятно да я спрашиваю кто считает что он это понял тоже как-то но может быть вы можете как-то объяснить более доходчиво чтобы все поняли я думаю что остался непонятен переход с прошлой картинки когда мы переходили от того что мы можем сжать строчку потому что это подбирает то есть если мы можем если мы можем сжать строчку из n битов сжать строчку там до какого-то там n-c битов то сколько таких строк не больше чем из сжатых описаний то есть их не больше чем 2 в степени минус c а доля их тогда среди всех строк будет 2 в степени вероятность того что мы попадем в это плохое множество ну тут плюс 1 потому что сжать до n-c или меньше там сумма всех степеней двойки до некоторой это значит еще плюс 1 в прошлом примере вы на c обнажали а ну n-c если c в абсолютных долях то это будет n-c 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 ну то есть это будет 2 в степени минус cn то есть если мы на какую-то долю cn можем сжать то это означает что вероятность меньше чем 2 в степени минус минус cn так ну хорошо значит как-то это я чувствую сейчас мы сжимаем мы как бы коротко описываем данную последовательность но и здесь мы коротко описываем раскраску описываем мы так мы частью расписываем полностью а дальше пишем отличие с помощью арифметического кодирования ну полный круг но задать этот полный круг мы задаем его так мы пишем для начала пишем как есть без всякого сжатия а вторую часть уже когда мы период этот прошли дальше мы записываем только отличие от предыдущего периода я видимо не понимаю вопроса сейчас может кто-нибудь понял вопрос и может ответить я что-то я не это а может быть что у нас не один такой плохой сектор а несколько раз скидан или нам все равно нет у нас нет плохого нет значит тут был некоторый тонкий момент что мы выбираем мы этот сектор или не выбираем на самом деле если еще если еще в 10% различий то можно ничего не выбирать давайте просто возьмем сектор прямо с самого начала возьмем вот он какой-то сектор есть он может быть там вот меньше половины в любом случае но какой-то сектор есть дальше мы пишем только отличие от начала мы знаем что этих отличий максимум 10% от всего круга а здесь у нас по крайней мере половина круга значит вот доля отличий здесь от предыдущего да 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 сдвинутого но не одну ну как бы вот этот это мы сравниваем с этим там этот с этим там вот это вот доля таких отличий а следующее ну а нет а если мы так сказать вот пойдем здесь то мы будем сравнивать вот с этим уже то есть вот эти 10% которые были от всего круга но они сейчас придутся не на весь круг а по крайней мере половину круга то есть реально от этого куска они могут в принципе составлять 20% но все равно это позволяет сжать если мы знаем что 80% там нет отличий то это это мы сжимаем там в энтропию аж от 0,8 раз то есть нам все равно какие-то отличающиеся отполагаются не важно мы знаем что их не больше да нам нет вот эта картинка никак не связана с теми местами где есть отличия дальше я объяснял как можно улучшить эту оценку что можно подобрать такое место чтобы все отличия в основном сюда загнать чтобы здесь их было не больше 50% но для 50% это не обязательно если мы захотим получить что вот здесь 49% тогда нам придется бороться за эти дополнительные вещи а так это не обязательно можно да начиная с некоторых можно посчитать конкретно какое там но надо чтобы все вот эти константы за счет там 2 там то еще чтобы они все поглотились и у нас осталось меньше единиц вот хорошо но я так чувствую что надо самое что-нибудь такое простое наглядное сейчас рассказать потому что поздно давайте давайте значит вот такой совсем есть несколько странных примеров вероятностного метода которые вообще там какое-то чудо происходит значит ну вот есть такая задача о коробке в метро значит вот но я не знаю как в Петербурге но в Москве в правилах метрополитена объясняется что разрешается провозить коробки у которых сумма длины ширины и высоты не больше некоторой границы да там еще какие-то длинномерные предметы но там нет определения длинномерного предмета и как-то это неубедительно эта история так что мы про длинномерные предметы забудем значит коробка должна быть сумма трех измерений не больше чего-то какая-то есть граница я не помню 150 сантиметров в общем какой-то там теперь возникает естественная идея у каждого человека который видит такое правило возникает идея как бы его обмануть может быть можно положить эту коробку внутрь другой коробки ну там чтобы она поместилась внутрь но может быть вот в этой другой коробке если косо положить ну например может быть там вот ясно скажем можно провести длинный предмет просто положив по диагонали длиннее чем все вот эти измерения если его значит но может быть можно даже сделать так чтобы сумма измерений у внутренней коробки была меньше чем сумма измерений у внутренней коробки была бы больше чем сумма измерений у внешней но на самом деле вот это нельзя сделать нужно доказать это если один прямоугольный параллелепипед целиком помещается внутри другого то сумма измерений 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 внутреннего меньше либо равна сумма измерений внешнего то есть выигрыш таким образом нельзя достичь нет диагональ будет длиннее каждого измерения но сумма измерений два других измерений почти маленькие нулевые то есть мы должны сравнивать вот эту длину вот с такой длиной ну и удивительно что одно меньше другого вот я не знаю тут наверное среди вас много всяких профессионалов области математических олимпиад и вы знаете как это принято решать кто не знает как это решается как мне объясняли что в Петербурге всех тренируют и к концу школы все уже знают все решения всех олимпиад это где-то было что нет по-моему как-то ставится задача охватить просто всех на самом деле есть значит я уж не помню где как это откуда взялись эти решения ну что кто-нибудь кто-нибудь видит как это сделать а что объемы но объем говорит что произведение измерений меньше произведения измерений может просто раздвинуть внутреннюю что понятно что оказалось ну можно суть может сузить внешнюю чтобы она так со всех сторон ее обжимала то есть можно без ограничения общества считать что все стенки коробки уже дальше внешне нельзя нельзя подвинуть но тем не менее она будет как-то повернута совершенно непредсказуемым образом и что с этим делать но потом верхнюю крайнюю нижнюю внутреннюю прикоснуться к верхней грани полностью тогда нет но прикоснуться она же будет поворачиваться как-то нет вот у новой коробки у нее же сумма параметров будет больше поэтому для новой коробки будет верно вот нет вот ну хорошо вот она уже касается всех граней и почему тогда утверждение верно смотрели точку которая еще не касается верхней грани ну какой-то цеп подняли осмотру точку цифрик прямо над ней для новой коробки если для даже стежения верно то и для конечно если коробка верхняя не касается нижней то можно спустить ее чтобы она где-то уперлась можно считать что эта коробка прямо вписана в эту но вписана каким-то совершенно косым образом и непонятно чем она касается всего этого она как-то там вообще кстати вот давайте перейдем от международных олимпиад перейдем к учебнику геометрии Киселева как доказать что вот если один многогранник внутри другого то площадь поверхности внутреннего меньше площади поверхности внешнего выпуклое Ну как мы будем вырезать? Мы будем просто вот по каждой грани отрезать. Каждый раз, когда мы отрезаем, что получается? Вот была какая-то шапочка такая, а получается плоская штука. Ясное дело, что у шапочки площадь больше, чем, ну если так просто спроектировать. Видно, что она наклонная, поэтому площадь больше. То есть каждое отрезание уменьшает площадь. Соответственно, мы можем быть уверены, что поверхность у внутренней коробки меньше, чем поверхность у внешней коробки. Но это все-таки не совсем то, что надо, потому что нас интересует не объем, который мы знаем, не площадь поверхности, а сумма измерений линейных. То есть мы берем симметрический многочлен не такой, не сякой, а просто сумму измерений. Как это? Хотелось бы, конечно, сказать, что вот мы знаем, что точки какие-то касаются, и что мы можем каждый задать координат точек, используем только касаемо измерения коробки. И что? Ну как задать координаты? Координат плоскости. Нет, ну а там же поворот очень сложный. Как мы будем? Вообще говоря, не очень понятно, какими углами кто чего касается. Нет, в смысле, если мы три, если у нас есть три точки, мы в нем углубой не так. Да. Ну, нам у нас вот эта мугольность дается, с каких параметров? Ну, длиной стороны, длиной трех сторон. Да. Нет, ну у нас многоугольник это три параметра, три стороны, еще поворот это тоже три параметра, это то же самое СУ3, которое было раньше. И что с этим делать? Ну, а хочется взять на внешнем, то, как координатный момент, где он касается одной точки, где он касается другой точки, где он касается... Нет, ну тут вообще шесть граней касаются в шести местах. И эти места, они независимы, а как-то они связаны какими-то соотношениями, и что с этим делать, совершенно не ясно. Нет, дело в том, что площадь, понятно, что такое произвольное у многогранника, но если мы производим обрезание, то у нас получается такая коробка, которая уже не прямоугольная, а какая-то коробка там с отрезанным углом. А что значит сумма ее измерения, вообще непонятно, поэтому этот параметр не ясен. Что? Ну, значит, есть несколько доказательств, но я знаю, сейчас помню, по крайней мере, два. Значит, одно из них красивое, хотя никакого отношения к вероятности не имеет, но оно настолько простое, что я все-таки его скажу. Давайте рассмотрим коробку ABC и рассмотрим ее эпсилонокрестность. Эпсилонокрестность коробки, ну это, ну, это что такое? Это значит, вот будут такие, а значит, просто каждую, каждую сторону надо отодвинуть, потом здесь будут такие цилиндрики, а здесь будут с краев кусочки шара. Соответственно, если мы рассмотрим эпсилонокрестность коробки и рассмотрим ее объем, то этот объем будет как бы прямо сразу разложен в ряд по степеням эпсилон, а именно будет просто объем коробки плюс площадь умножить на эпсилон, это вот эти сдвиг, ну, вот эти линейные части по эпсилон, это просто эти куски. Затем будет сумма всех длин вот этих штук, вот эта сумма, ну, правда, там измерение, там, каждое считается четыре раза, потому что умноженное, там, на эпсилон в квадрате, ну, с каким-то коэффициентом, типа, там, одна четверть фиш, что ли, ну, вообще, с каким-то коэффициентом, тут вот что-то будет. Плюс еще будет шар, вот, который составлен из этих угловых штучек, октантов, получается шар, там, четыре третьих, там, пи, эпсилон в кубе, или, тут тоже какой-то коэффициент. Теперь, значит, если мы, у нас эпсилон окрестность этой коробки, если эта коробка содержится в этой, то, соответственно, это содержится в большой окрестности коробки. Значит, ну, здесь у нас получается, соответственно, тоже объем, новый, да, ну, я, ладно, плюс, там, с штрих на эпсилон, плюс, там, л штрих на эпсилон в квадрате, плюс те же самые четыре третьих и эпсилон в кубе. Вот. Теперь надо заметить, что это, естественно, меньше этого. Значит, четыре три пи эпсилон в кубе, оно что здесь, что здесь. Это можно сократить. Теперь, странным образом, нужно эпсилон стремить не к нулю, а к бесконечности. Видно, что при больших эпсилон основной вклад дают вот именно вот эти боковые штуки, как это ни странно. И, соответственно, коэффициент в рациональности должен быть здесь тоже меньше, иначе они перевесят все остальное, и это станет больше, чем надо. Вот, ну, это довольно дико, но, тем не менее, значит... Просто обозначение эти вот, понимаете, это было не в самом графе, а в кубе. Да, другую букву, но если бы я взял другую букву, то вы бы стали сомневаться, как устроена окрестность, потому что, не так ли, когда эпсилон мало, то понятно, что там такие слои, такие, такие и такие. А если я все большое, то кто их знает? Ну, на самом деле, там тоже ничего не произойдет, но... Да? Смотрите, можно вопрос, почему я вот так рассуждать? Да. У нас сумма ребер изначально это 4 умножить на там ширина плюс высота плюс длина. Да, и обрезание уменьшает сумму ребер. Ну, и если мы... Сумму ребер, что вы просто считаете все ребра многогранника? Сумма ребер многогранника. А почему, почему каждое обрезание уменьшает сумму ребер многогранника? Что, если, если, если обрезать многогранник, то вы говорите, что сумма ребер уменьшится? Нет, подождите, параллепипед, после обрезания перестань быть параллепипедом, мы не можем это доказывать для параллепипеда. Да, нет, я думаю, что, может быть, это можно. Можно довести до конца, если ребра учитывать. На самом деле из этой картинки видно, что ребра надо учитывать с некоторым весом. А вес ребра тем более... Ну, вот здесь получается как бы такой цилиндрик, а если бы угол был бы тупой, то получалась бы, ну вот, получалась бы, на самом деле, маленькая часть этого цилиндра. Поэтому я думаю, что правильно учитывать ребра с весом, который вот как раз, как раз вот этот угол. То есть надо брать двугранный угол при ребре, смотреть, чего там не хватает до π, и вот с этим весом учитывать ребро, может быть, тогда все сойдется. Но это я не знаю. Но, значит, я был очень горд, что вот такое решение красивое, там, то, сё, там, замечательное. А потом мне, я тоже забыл, кто, но мне сказали, что вообще все совершенно очевидно. Давайте возьмем коробку. Да. Значит, у нас получается, что ε маленькая, задерживается ε. Да. То есть эта сумма должна быть не больше этой суммы. И отсюда мы берем... Теперь, это мы сокращаем. И дальше берем ε большим. Старший член вот будет, при большом ε будет вот этот. Значит, старший член здесь не больше этого. Как это ни дико, тем не менее, значит, правильно. Вот. Теперь, как же все-таки решить эту задачу с помощью теории вероятностей? Просто совершенно как-то тривиально. Давайте возьмем коробку и измерим ее ширину вдоль какого-то направления. Ну, можете себе представить, что у нас такой шлангенциркуль, который эту коробку сжимает. И вот она какая-то у нее есть ширина вдоль какого-то направления. Ну, в зависимости... Ну, а значит, в одном направлении это будет там высота. Вот это ребро в другом, это в третьем это. Ну, а какое-то будет промежуточное. Теперь, ну, представьтесь, что мы сжимаем коробку в каком-то направлении. Значит, чем определяется ширина? Ну, у нас вот есть три ребра. И вот эта ширина – это сумма вот этих трех проекций, этих трех ребер. Ну, сейчас направление только надо перпендикулятно нарисовать. Значит, ширина в этом направлении – это сумма... Ну, значит, всегда, естественно, касаются противоположные ребра, противоположные вершины. Ну, и так. Поэтому между ними как раз есть три ребра, идущие в трех направлениях. То есть ширина коробки равняется проекции этого ребра плюс проекции этого ребра плюс проекции этого ребра на случайную прямую. Соответственно, а по линейности мат ожидания, мат ожидания этой величины равняется сумме мат ожидания проекции этого ребра, проекции этого ребра и проекции этого ребра. А если мы проектируем отрезок на случайную прямую, то, естественно, что мат ожидания длины проекции пропорциональна длине отрезка. Если отрезок вдвое длиннее, то у него и проекция вдвое длиннее. То есть, на самом деле, математическое ожидание проекции – это просто длина отрезка на какой-то коэффициент. Его, в принципе, можно вычеркнуть, нам это не важно. Если мы берем отрезок и проектируем этот отрезок на случайную прямую, то получается случайная величина, но среднее математическое ожидание длины этой проекции будет длина отрезка с каким-то коэффициентом альфа. А здесь у нас, поскольку у нас три отрезка с проекцией всей коробки будет сумма этих трех проекций, а средняя будет в сумме средних, и следовательно, это будет вот эта альфа, там высота плюс ширина, там плюс, я не знаю, глубина, я не знаю, как это обозначать. То есть, таким образом, средний размер ширины коробки в случайном направлении пропорционален в сумме длин. Ну и, соответственно, если одна коробка помещается внутрь другой, то ясное дело, что проекция, ну, в эту мы упираемся сначала, и поэтому при каждом направлении проектирования это будет только частью этой. Ну, всей может быть, но не больше. Соответственно, при всем, всякое значение первой случайной величины меньше значения второй, значит, среднее первое будет тоже меньше среднего второй. А поскольку коэффициент универсален, а альфа для всех отрезков одинаков, то это просто означает, что сумма измерения одной коробки меньше суммы измерения другой коробки. Вот такое вот вероятностное доказательство странное. Ну что, понятно это? То есть, тут явно какие-то элементы, кажется, что это элемент Жюльнича, потому что мы ничего не делаем и вроде получаем ответ. Но, тем не менее, вот как... Для меня, понятно лично для меня, это почему мы получаем один и тот же коэффициент для геометрически жесткого друг друга связанных отрезков? Нет. Дело в том, что математическое ожидание суммы величин альфа и бета всегда равно сумме математических ожиданий. Зависимы они или независимы, это не важно. Ну да. А, ну поэтому эти отрезки расположены по разному пространстве, но поскольку мы проектируем на случайную прямую, то, естественно, что эта разница не важна. Тут, кстати, нам не нужно никакой меры ХАРа, потому что случайная прямая нам важно только направление. Поэтому реально нас интересует интегрирование по сфере. Ну, выбор прямой – это выбор точки на сфере. Ну, как бы вектора, направляющего этой прямой. Поэтому здесь нет этой проблемы с выбором правильной меры. Это просто равномерная площадь на сфере. Вот. Вот такое вот странное… Странное… У нас проектировали что? Чего? Я там вообще не могу сказать проектировали что. Значит, берем коробку, берем ее проекцию на случайную прямую. Это случайная величина. Лемма. Математическое ожидание этой случайной величины пропорциональнее сумме измерений коробки. Ага. Дальше. Вторая лемма, что если одна коробка внутри другой, то математическое ожидание для внутренней коробки меньше, чем для внешней, потому что оно меньше просто при каждом направлении проекции. Значит, оно меньше и в среднем. А коэффициент… А коэффициент вообще просто… Ну, это совершенно… То есть, если у нас имеется отрезок, мы его проектируем на другой случайный отрезок. Можно посчитать, какой будет коэффициент. То есть, берем случайную точку… Случайную точку… Случайную точку круга шара и проектируем, и смотрим, какая у него координата Z. Ну, вот это можно там вычтить, синдегал какой-то, но важно, что это некоторое одно число, которое ни от чего больше не зависит. Вот, хорошо. Значит, тогда план дальнейший такой. Значит, мы еще завтра, мы рассмотрим еще один пример, как можно доказать… Вот про игры. Что иногда в играх можно доказать существование выигрышей стратегии, а потом из этого получив детерминированную стратегию. Это очень тоже простой пример, но забавный. Потом мы рассмотрим идею… Научно это называется дерандомизация методом условно-хоеватических ожиданий. А потом, наконец, перейдем к обещанной Леме Ловаса и постараемся ее, значит, применить в разных ситуациях, чтобы понять, для чего это все надо. А потом, видимо, уже в следующей, пытаемся разобрать алгоритм Мозера-Тардеша и как он применяется там для бесконечной… для бесконечной Леме Ловаса, построения невычислимого объекта, в общем, там некоторые… Ну, то есть, вот, там образованные товарищи, вот то, что все, что завтра будет, тоже знают, те, которые читали этого самого Эрдеша и Спенсера, в смысле, Спенсера и, ну, или там… Леме Ловаса – это классическая вещь, это известно было там уже много лет назад. Сравнительно недавнее достижение – это вот этот как раз алгоритм этих двух товарищей. Конструктивный 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 конструктивный. Ну, и оно не то, что конструктивное, оно вероятностное, но там с большой вероятностью. В общем, вот это такая очень… В общем, это очень интересно, там это, казалось бы, совершенно очевидный алгоритм, но почему-то никто ничего не мог придумать, пока такой студент, андергредиат, даже студент он был тогда, Мозер в Швейцарии, наконец не посмотрел на это дело как-то заново и не обнаружил, что все очень просто и, так сказать, все получается. И вот это мы пытаемся разобрать, но вот, может быть, уже не завтра, а в следующий раз.